Привет, это Дима. Пишу вам из горьковской ссылки, ставшей волей судеб и руководством СИН, следующей остановкой в моем затянувшемся путешествии. Этап, как водятся, нагрянул внезапно. На сборы дали час, после чего я наскоро собрал пожитки и в дверях, простившись с соседями, с которыми прожил под одной крышей больше полугода, отправился на сборку, где просидел на сумках до глубокой ночи в компании других арестантов, ожидавшей дальнейшей дороги. Для большинства собравшихся, как и для меня, предстоящий большой этап был первый, так что мы с интересом слушали байки, пары опытных сидельцев, знакомились, травили анекдоты и гадали, куда же нас могут повезти. Первой подсказкой, указывающей на продолжительность этапа, стало количество выданных сухбайков, по одному на сутки пути. Второй, куда более определенный, надпись Киров на вагоне, которую кто-то успел разглядеть при посадке. Столыпинский вагон состоит из десятка купе, вместо сплошной перегородки, отделенной от прохода решеткой. По самому проходу все время следование ходит часовой, на камеру делая вид, что внимательно следит за пассажирами. Полки располагаются в три яруса, а на среднем ярусе предусмотрена еще одна откидная. Таким образом, купе вмещает до семи человек. Но едет в нем, разумеется, больше. Нас, например, большую часть пути было десять. Атмосфера в Столыпине напоминает шумный балаган. Вагон переполнен уставшими, но взволнованными арестантами, которые безумолко пересказывают друг другу разные байки, громко смеются, перекрикиваются между купе на всех языках. Глаза режет едкий дым дешевых сигарет, от узких деревянных полок болит спина, а в воздухе витает все тот же вопрос – куда же мы едем? Сделав две остановки во Владимирской области и высадив там лишь по несколько человек, поезд пересек границу этого печально известного региона. И мы с облегчением выдохнули. «Поддержим мужиков! Они отправляются в ад!» – призвал один из попутчиков. Явно знающий об этих местах не понаслышке. И мы через решетку совали проходящим чай и сигареты. За полчаса до Нижнего конвой предупредил нас о высадке, назвав фамилии большей части моих соседей по купе. Нижегородская тюрьма встретила москвичей твердой землей под ногами и ясным небом над головой. Краснокирпичные дореволюционные здания, не связанные между собой ни катакомбами, ни крытыми переходами. Через растекающий асфальт пробивается оттуда-там бурная растительность, а нас, взмокших и не спавших вторые сутки, обдувает свежий ночной ветерок. Мы дома. До следующего так называемого внезапного этапа. 27 июня 23 года. Нижний Новгород. СИЗО-1. Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...